Вы пожалуйста не паркуйте здесь, вы загораживаете вход сюда. Ну что сейчас? Для этого есть специальное место. Это Зоя Владимировна, обычный продавец газетного киоска. Уже два года она гоняет водителей у своей торговой точки, которые так и норовят припарковаться у витрины с прессой. Сейчас это островок, где нет ни эвакуатора, ни знаков. Большая редкость в городе. Пустым бесплатное место никогда не бывает. Ну говорю молодые люди или там мужчины, пожалуйста здесь не паркуйтесь. Вы загораживаете, во-первых, переход. Часто вот бедные люди идут вот здесь по всем этим. Ну знаете, кто реагирует. А кто вот, пожалуйста, сзади вас подъезжает новая. И каждый раз, вот знаете, становишься плохим человеком здесь. И что это куда? Первые 15 минут бесплатно дается вам на оплату парковки оплачивать возле памятника Ленина с правой стороны. В это же самое время на оплатной парковке площади революции пусто. За два года здесь произошел прорыв в сервисе. Появилось ленточное ограждение вместо положенного шлагбаума и два смотрителя. Один выдает чек на въезде, другой проверяет оплату на выезде. А рядом паркон один из трех, что так не хватает в городе. Вместо того, чтобы фиксировать нарушителей правил стоянки, которые не платят, специально оборудованная машина служит местом обогрева для работника платного паркинга. А вы платили за два года хоть раз? Нет. Я просто там не парковался ни разу. А почему? Ну вот я, допустим, сейчас перегоняю, каждое время работаю и перегоняю, допустим, там то не работает карта, то еще что-нибудь. Ну, непонятная вообще система, то есть гражданам не объясняют практически ничего. А за два года вообще пользовались платными парковками? Ни разу. А почему? Не приходилось. Стало ли легче как-то парковаться? Нет, парковаться не стало легче. Может быть, упорядочнее на дорогах стало процесс? Ну, в центре нет. Ничего не изменилось? Не знаю. Нет. Мне нет. Два года парковкам. А вы сами за парковки за эти два года платили? Два раза было. Два раза? Я останавливался просто там, действительно. Два раза приходилось. Удобно? Честно, нет альтернативы. Альтернатива не стала два года назад, когда в апреле 2015 года в Красноярске запустили амбициозный проект платной городской парковки. Мэрия выступила единственным заказчиком услуги и заключила контракт с компанией Инфоком. Частный бизнес на муниципальной земле должен был заработать в полную мощность за первые три месяца по следующему принципу. Полторы тысячи парковочных мест, не менее 42 паркоматов, принимающих в том числе и наличные деньги, датчики занятости или не меньше 79 видеокамер для наблюдения за парковками, 10 автомобилей, фиксирующих нарушения парковки, в том числе стоянка там, где это запрещено. Парковка на полосе, выделенной для общественного транспорта, фиксация времени стоянки. За два года мы имеем 1422 парковочных места, ровно 42 паркомата, не принимающих наличку, 11 камер видеонаблюдения вместо 79 и 3 паркона. О том, что проект не доведен до ума, кажется понятно всем, но за некачественные услуги у нас продолжают брать деньги – 30 рублей в час. Недавно даже губернатор Толоконский высказался по этому поводу. Только у нас может называться парковка огороженная земля. Парковка – это когда все заасфальтировано, все размечено, охрана, туалет. Вот за это можно брать деньги. Если оградили кусок земли, деньги брать нельзя. Это незаконное предпринимательство. Это неправильно. Конечно, городские власти потом скажут, губернатор имел в виду совсем не эти платные парковки, а какие-то другие. Но по тем требованиям, которые губернатор озвучил, очевидно, что этим требованиям проект платных парковок не соответствует. С молчаливого согласия городских властей бизнес не торопится что-то менять. Процент оплаты часов парковки остается стабильно невысоким, немногочисленные штрафы наполовину неоплаченными, а рекламные кампании – провальными. Например, водителям предлагали платить за парковку в центре и обедать со скидкой в 60 рублей. Мы решили сделать такой бонус гостям, что они приезжают нам на обед, и мы этот час для кого-то и два, если он задержался, мы оплачиваем парковки. По пальцам руки можно было перечислить, пересчитать этих гостей. Вот поэтому проект оказался малоэффективным. Но основная задача парковок – это увеличение пропускной способности центральных улиц. На этом настаивали и настаивают в мэрии. Уже через полгода после запуска проекта мэрия отчиталась – скорость движения увеличилась на 13%, но достоверно расчеты проверить невозможно. Специально для воскресных новостей такой анализ провела компания «Яндекс». Согласно этим данным, на улице Карла Маркса и проспекте Мира изменения по скорости минимальны – от 1 до 3%. А это значит, что на Мира и Маркса решение властей по демонтажу карманов было бесполезным решением. Что касается улицы Ленина, то там время проезда уменьшилось в среднем на 11%. Специалисты «Яндекса» проанализировали движение в центре города, посмотрели, каким оно было до февраля 2015 года и уже после. И что мы увидели, есть какие-то отдельные улицы, на которых ситуация чуть-чуть поменялась. Но в целом говорить о том, что произошли какие-то кардинальные перемены с движением в центре города, к сожалению, говорить не можно. Стоит отметить проспект Мира, участок от улицы Каральтанова до Костаюзов. Здесь произошло сокращение времени проезда этого участка. Средним сзади он уменьшился ненамного, а в сегодняшнюю минуту. Однако в утренней вечерней части пик улучшения нет. Еще можно отметить улицу Ленина, тот участок, который от улицы 9 января до Венбаума. Здесь включение сегодня, а мы видим, что ситуация движения происходит чуть быстрее, как это уменьшение всего лишь на полную минуту. Еще на 20 секунд выросла пропускная способность на улице Сурикова от проспекта Мира до улицы Ады Лебедевой. На минуту быстрее мы стали проезжать Перенсона. И самой показательной стала улица Кирова на всей ее небольшой протяженности. Еще в феврале 2016 года у водителей уходило на 6 минут больше, чтобы преодолеть этот участок, чем сейчас. В центре мониторинга дорожной ситуации спешат привести это в цифры. В среднем за два года автобусы прибавили хода на полтора километра в час. Средняя скорость личного автотранспорта, по данным чиновников, увеличилась с 8-10 километров в час до 15, а то и 20. Но если проезжать по центру и стало быстрее, то найти парковку остается основной проблемой для большинства водителей. Летом будет еще сложнее. На ремонт закроется добрая половина платных парковок. Я же вам называю улицу, на которой будет производиться ремонт, соответственно, там транспорт парковаться не будет. А куда делать машины-то все? Значит, будет приезжать на автобусе. Не, ну как бы это ни звучало смешно, то есть заторы ситуации мы прогнозируем, и первое время это достаточно большие, потому что пока водители сами не поймут, что он приедет на работу с опозданием в 3 часа, то есть с учетом того, что он не сможет, во-первых, так доехать достаточно быстро, и второй вопрос, что будет очень большая проблема с парковкой, то, соответственно, где ее припарковать в машину, поставишь неустановленную на месте, ее везут на эвакуаторе. То есть, ну, я думаю, что водители это, скажем так, опытным путем к этому придут. За это красноярцы получат отремонтированные парковочные карманы с новой разметкой водостоками и все. Других изменений в проекте платных парковок пока не предвидится, потому что и задачи какой-то конкретной нет, отметили в центре мониторинга уличной дорожной системы. Юлия Мавшич, Николай Чистяков, Воскресные новости.